Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, я отвечаю на ваши вопросы. В данном видео я даже хочу не сколько ответить на ваш вопрос, сколько направить ваши вопросы в нужное русло, чтобы вы правильно их задали, потому что вопрос неоднократно звучащий, какие ошибки парения? Ну, мне, во-первых, надо знать, как вы паритесь или как вы не паритесь. Имеется в виду, что некоторые вместо того, чтобы, как говорится, париться в бане, заходят просто в сауну и находятся там 5 минут и потом бегут в бассейн и все, и говорят, они парились в бане. Нет, это не парение, это вообще не баня. Баня, паровая баня должна иметь паровые процедуры. И паровые процедуры должны длиться, ну никак не меньше 20 минут, иначе смысла от этих процедур минимальный. И тут каждый скажет, а кто ж выдержит 20 минут? Конечно, не выдержите, если вы температуру загнали выше 70 градусов. Температура должна быть в пределах от 40 до 60 градусов. Ну, там суровые любители 70 любят, для них это хорошо, тем более они любят такое, ну, как говорится, чередовать. Погрелись, попили чайку, попарились, попили чайку, это самое, опять массаж сделали, попили чайку. Это, как говорится, на любителя. Ну, и любят они чуть-чуть повыше температуры. Если же я люблю, зашел, погрелся, попарился, массаж сделал, и у меня где-то получается час я в парной нахожусь, то мне предел 50 градусов. Оптимально. Я все беру именно паровыми режимами. И, понятное дело, вот тут как раз стоит, что можно делать и что нельзя. И вот нельзя перегревать парное помещение. Нельзя длительно находиться в перегретом парном помещении. Нельзя после, как говорится, вот такого кратковременного прогрева бежать в бассейн или окатываться холодной водой. Вы не прогрелись. За 3 минуты или 5 минут, что вы там находились, вы только обошли верхний покров кожи. Внутренний прогрев будет у вас длиться очень, там, десятки минут. Вот когда у вас все, кровь забурлила, все, и это делается не при высоких температурах, а именно вот это 50-60 градусов. После этого можете хоть в фрору. Можно. Но, опять же, не сразу. Нужно себя подготовить, чтобы вы имели уже такую привычку. Не имеете такой привычки. Начните с обычного обливного душа. Облились? Хорошо. Но сразу же, после этого, как вы охладились, снова в парную и снова прогреваться. С венечком, с венечком, просто посидеть, просто посидеть. Но самое главное, что после охлаждения вы должны снова нагреться. Запомните, тепло в теле нужно сохранять, его нельзя растрачивать. Вы для чего в баню идете? Для того, чтобы активизировать процессы, чтобы набраться тепла, и не важно, какое время это года. Именно активизировать процессы в организме. А если вы берете, после этого себя охлаждаете, сидите в предбаннике, там еще и пивом, как говорится, разгоняетесь, однозначно от этого пользы не будет. Это уже не баня. Это посиделки в бане. Но не баня. Та, которая оздоровительная, та, которая очистительная. Поэтому давайте мы с вами, вот в данный случай, я пока дальше не буду говорить, поскольку мне нужны вопросы, как вы делаете что, чтобы вам рассказать, что вы делаете не так, что вы делаете правильно. Как нужно делать? Нужно набрать количество вопросов, не просто так, а как правильно. Можно об этом рассказывать несколько часов. Как правильно. Технологию парения. Все это у нас есть на нашем сайте. Заходите, читайте. Плюс к тому, что эти вопросы уже задаются на форуме. Заходите, изучайте. Но если хотите получить конкретный ответ, конкретный, не надо говорить, что вот ничего не сказал. Я не скажу вам ничего, пока не получу хороший, конкретный вопрос. Иначе идите читайте, изучайте материалы, изучайте матчасти. Будет вопрос, будет ответ. Пока все. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok